Компьютер-юниверс. Большой выбор компьютерных комплектующих от ведущих производителей. Смартфоны на любой вкус, мониторы любых форматов, игровые приставки PlayStation 4 и Xbox, низкие цены, быстрая и недорогая доставка по всей России. Зайдите и убедитесь сами. Переходи по ссылке в описании, а по промокоду на экране получи скидку в 5 евро. А также дополнительную информацию о заказах можете найти на канале Компьютер-юниверс. Ссылка в описании. Пора мир спасать. Если спасешь мир, то можно и в садницу. Ха-ха. Уникального профессионализма самых крутых британских шпионов хватает зачистить огромный дворец за одну минуту, а вот обыскать врага на предмет оружия нет. Как и не хватило мозгов, имея в распоряжении 4 секунды выбежать в открытую дверь, заставляя одного из опытных агентов бессмысленно пожертвовать жизнью, и все только для того, чтобы у Галлахеда была возможность завязать сюжет. Сраться. Я полагаю, неуместно попросить у вас немного сахара. Разумеется, эффект неожиданности нужно испортить нелепой шуткой. И как и положено, обученные боевики не в курсе, что лучше вести огонь из ближайшего укрытия, чем подходить вплотную к вооруженному человеку. Супер-навороченный агент ловится на свою же уловку. Чтобы разрубить кости черепа, таза и плотную мышечную массу, ноги Газель должны быть оборудованы сверхскоростными гидравлическими приводами. Тело разрубили пополам, а где хоть пятнышко крови на полу? Газель держит бокал с вискарем сверху и тут же на ладони. Галахед опоздал на совещание, а вы уже думаете, что он погиб? Да, шпионская организация лучше некуда. Настолько, что даже не в состоянии связаться с агентом по мобильнику. Теперь еще и Экси, чтобы сюжет случился, ведет себя как полный деградант с полным отсутствием мотивации. Обеспечил себе привод в полицию ради создания сложной ситуации, заставляющей позвонить его по номеру на медальоне. И откуда у магнитофона взялся телефон, если его там не было секунду назад? Вы ошиблись номером. Стойте, стойте! Оксфорды, но не Броуги. Множество событий, приключившихся в детстве, в подростковом возрасте улетучиваются из памяти. Но Экси все 17 лет держал довольно непростую фразу в голове. И даже за 17 лет ни разу не проявил элементарного любопытства и не позвонил. И минуты не прошло, как Экси позвонил в Кингсман, а Галахед уже на крылечке поджидает. Наверное, мимо проезжал. За прошедшие 17 лет Галахед совершенно не постарел. Что может быть еще тупее, чем прийти в любимый бар отборозков, которым несколько часов назад разбил машину? Словно на целый Лондон больше нет места, где пивка хлопнуть. Дурачок производит 8 выстрелов из 6-ти зарядного револьвера. Хозяин паба с поздним зажиганием. У него несколько минут заведение разносят, а он решил вызвать полицию, когда уже все закончилось. Количество темного пива в бокале меняется при смене плана. Медальон у Экси висит на шее, через секунду пропадает. Под джентльменский комнату оборудовали, ничего не скажешь. Унитазы прямо в спальне. Представляю, какой там душок стоит, когда кто-нибудь по большому тужится. Если стекло в комнате настолько прочное, что даже выдерживает давление в несколько тысяч литров воды, повредить кулаком, да еще и под водой физически невозможно. Не говоря уже о прорыве и после третьего удара. Комната, в которую вынесла рекрута, в разы меньше. Ее моментально должно было затопить водой. Если найдете дыхательную трубку, двойное колено унитаза даст вам неограниченный запас воздуха. Да, вот только в комнате высотой в 3 метра затопленной водой давление было бы настолько огромным, что оно в секунду выдавило бы из колена унитаза любые запасы воздуха. Все сегодня провалились. Вы все забыли о самом важном, что вы команда. Зачем необходимо учиться действовать в режиме командной работы со своими конкурентами, если отбирается всего один спецагент в секретную службу? Как-то в голове не укладывается, зачем Валентайн взорвал нужного ему профессора, если буквально через секунду в аудиторию все равно врываются его боевики, которые, как ни крути, помешали бы Галахиду и спасли профессора. С кем ты там разговаривала? Я уже говорила. Я связывалась с КГБ. Понятное дело, что для иностранного зрителя КГБ более узнаваемая аббревиатура, но все же правильнее было бы сказать ФСБ. Знаешь что? В жопу. Пекин. Что за ерунда? Почему у китайской секретной службы нет названия? Есть. Министерство государственной безопасности. Знаешь что? В жопу. Новая цель 8000 метров. Какие еще 8000 метров? Самая дальнобойная винтовка в мире СВЛК-14С берет расстояние в 2500 метров. Когда требует сюжет, подготовленные агенты службы безопасности не в состоянии попасть в крупную цель прямо перед своим носом. И как всегда, злодей с оружием ближнего боя оказывается в разы эффективнее агентов с огнестрельным оружием. Экси, у нас конфиденциальный разговор. Оставьте нас, пожалуйста. Не страшно. Пусть присутствует. Но как удобно, что Галахед попросил Экси остаться. А тот еще как раз располагает данными по Валентайну, важными для продвижения расследования. Герои раскрыли парашюты за пределами минимальной высоты. И все равно оба остались живы и без травм, учитывая, что еще приземлялись на одном парашюте. Мало того, при таком стрессе и панике попали еще и в самое яблочко. Одним из ключевых требований стать шпионом является смелость стрелять по собакам. Эх, Джона Уика на вас нет. Самая секретная служба Кинсман настолько доверчивая, что легко отпускает непрошедших отбор кандидатов просто домой. И дают возможность обиженному рекруту угнать машину директора. Так чего тянул столько времени, надо было сразу врубать машину, сводить всех с ума и наслаждаться своей технологией. При создании убийственного приложения обязательно требуется задать выведение на весь экран логотипа компании. Тетка идет прямо за Галахедом, на камере наблюдения она в нескольких метрах от него. Только чтобы бойня оказалась как можно более кровавой, каждый второй притащился в церковь с ножом. А некоторые так и вообще со стволами пришли, словно знали, что придется пострелять по людям. При первой демонстрации зажигалка граната разнесла целую аудиторию. Сейчас же, после того, как Галахед засунул ее в штаны одному из прихожан, взрыв как от коробки с фейерверками. Но главное, после взрыва нет ни пожара, ни намека хоть на легкий дымок. Удивительно, люди поубивали друг друга, что говорится до конца. Нет ни раненых, ни в предсмертной агонии, чисто одни жмурики. Сразу после выстрела тело Галахеда падает прямо посередине входа в церковь. Когда Валентайн уходит, труп Галахеда смещается левее. Бывшего рекрута легко пускают к директору секретной службы, ведь смерть лучшего агента отменяет все протоколы безопасности. Теловечество – это вирус. Из-за нас планета больна. Единственная надежда прополка. Вот после такой мотивации главного злодея, я почувствовал, как сидеют мои волосы. Создать хаос ради новой жизни? Где мотив? Он миллиардер, ничем не обижен жизнью. Выпилить 6 миллиардов людей и оставить в живых кучку богачей? Да деньги при таком количестве населения просто становятся бумажками. Все вернется на уровень каменного века. Кто ему потом будет бургеры готовить? В Англии бортовые номера самолетов начинаются с буквы G. Кинсман, как вначале было показано, богатая супершпионская организация с огромной инфраструктурой. А где все агенты, что в критическую ситуацию, когда на кону жизнь всего человечества, надежда возлагается на двух новобранцев? Создатели, видимо, совсем наплевали на все законы физики, если решили отправить человека в космос на двух гелевых шариках. Причем на орбиту Земли без ракеты можно выйти за пару часов. В мотоциклетном шлеме и костюме, не предназначенном для выхода в открытый космос. Спутники на низкой орбите движутся со скоростью около 8 километров в секунду. Поэтому Рокси никак не может уничтожить спутник ракетой, находясь на высоте 39 километров над уровнем моря. Как и положено, злодей в кульминационный момент своего чудовищного плана, вместо того, чтобы привести механизм в действие, устанавливает таймер. Постановщики не удосужились объяснить зрителю, как и почему закомплексованный гопник-неудачник без яиц становится бесстрашным агентом, способным в одиночку справляться с целой армией. Хотя добрую часть подготовки он проходил весьма сомнительные тесты на пригодность, при этом никаких физических подготовок не наблюдалось. А тут бац и герой наш виртуоз по отправлению мужиков на тот свет. Причем научиться метко стрелять во врагов и мастерски с ними драться проще простого. Надо лишь разбить стекло под водой, прыгнуть с самолета, побегать с собачкой и время от времени выслушивать квалифицированного в этом деле джентльмена. Охрана злодея. Мы стреляем либо мимо, либо в бронированный костюм. Кто бы сомневался, что катастрофические последствия будут остановлены исключительно на последней секунде. Ни один профессионал не стал бы держать палец на спусковом крючке автомата. Зачем брать из арсенала пистолеты, когда по стилистике фильма нужно до конца оставаться в образе английского джентльмена? Нужен час, может два. Ерунда, просто сведите два спутника поближе. Специфический сбитый спутник Валентайна легко заменяется совершенно левым. Главное, чтобы поближе был, а время на перенастройку и калибровку это уже для слабаков. В систему Валентайна проникнуть нельзя, так как биометрическая защита. А вот активировать через его же систему взрывные устройства это проще простого. Весело, конечно, но взрывающиеся головы всеми цветами скиттлс это уж простите из разряда. Я не знаю, что вы там курите, но что здесь происходит? Деваха на металлических протезах запросто смогла убить весьма опытного агента. А вот с дюбетантом возится битый час. Как говорится, новичкам везет. Если ножи у газель настолько острые, что протыкают даже черепа, тогда почему она в полу не застревает? Смазан одним из самых быстродействующих нейротоксинов. Нейротоксин влияет на мозг и нервную систему, а на клетки кожи воздействуют некротоксины. Попутал малость Галахет. Забабахать таких масштабов электронную систему и снабдить ее ручным выключателем, это надо постараться изо всех сил. И думать не головой, а задницей. Надо было Валентайну поменьше фастфуда жрать, может быть тогда бы мозги жиром не заплыли. Пора мир спасать. Если спасешь мир, то можно и в садницу. Ого! Ну а если серьезно, каким образом сильная характером принцесса, строго придерживающаяся своих принципов, вмиг перевоплотилась в неадекватную особу. И первому же встречному за дверью, заявившему, что он спас мир, позволяет прочистить свой дымоход. Вот интересно, каким образом при тотальной резне дружок матери Экси со своими друганами не поубивали друг друга? Есть ли они все время вместе и у кого ствол, а у кого нож? Вот этот шляпный базар для чего нам сейчас?